Спасибо, во-первых, за что пригласили. Действительно, тех выступающих, наверное, мне предоставлено слово как бы от бизнеса, я попытаюсь это сформулировать, и тот запрос, который мы ждём. Я поддерживаю, безусловно, ту работу, которую начал Совет Федерации по вопросу инженерного дела, как основу развития России. Не буду вдаваться. И хочу сказать, что действительно, престиж инженерной деятельности падает, это факт. Но вопрос, наверное, не только в том, как мы будем учить инженеров, второе, какая среда потом их примет, их основы и знания, где они будут дальше жить, существовать, кормить свои семьи. Это тоже насущный вопрос. Может быть, поэтому и связано, что сегодня перекос выбора рабочих мест в части финансистов, юристов и оплаты их, он значительно выше, чем сегодня то, что может представить инженерам. Поэтому, наверное, в каком смысле, то, что я буду говорить, я зафиксирую так. Инженерное дело или инженер, это тоже бизнес, он тоже должен сидеть за столом с бизнесменами, с финансистами и считать себя равным, в том числе и, может быть, по уровню оплаты труда. У меня вообще такая тема была заявлена, повышение глобальной конкурентоспособности национальных ЕПС-контракторов, в общем, к которому относится наша группа Е4. Но, наверное, прежде чем говорить о глобальном повышении конкурентоспособности, хотелось бы сказать, о чем мы сталкиваемся внутри и почему мы видим эту площадку законодательную, сегодня необходимую для дальнейшего продвижения инженерного дела и инженерного деятельности как таковой. Я просто хочу сказать цифры, что к 2020 году международный рынок инженерных услуг, его по-разному оценят, но 1,4 триллиона долларов. В России в прошлом году, по данным Росстата предварительное, было инвестиции в основной капитал плюс модернизацию, там, где нужен комплексный инженеринг, составил где-то в районе 13-14 триллионов рублей. Соответственно, если считать, что на всех переделах данной деятельности существует инженерный бизнес, это где-то можно оценить 10%, это всего 1,3 триллиона рублей. Это и вопросы разработки, управления проектом, разработки самих проектов и так далее, управления строительством. И, знаете, какой масштаб, соотношение масштаба бизнеса в мировом, так сказать, оценке и в российской. Это все-таки не до конца сформировавшийся бизнес. И здесь есть ряд, ну, таких серьезных, в том числе, мне кажется, нормативно-законодательных вопросов. Ну, первое, сегодня уже сказали о отсутствии квалификации инженерной деятельности, как существа образования. Я хочу сказать, что нет сегодня квалификации инженерной деятельности. У нас сегодня в кодах КВД Российской Федерации эта деятельность отсутствует. Мы сегодня имеем строительную деятельность, проектную деятельность, любую вид деятельности, но комплексной деятельности, которая должна внутри себя иметь первое, самое главное, для заказчика инструментария управления стоимостью сооружения любого объекта, она сегодня отсутствует. И в тех материалах, которые мы сегодня имеем, в рекомендациях мы тоже там участвовали, как раз закон об инженерной деятельности, наша надежда на то, что эта деятельность будет признана как комплексной. Что мы сегодня видим еще? Усиление со стороны зарубежных конкурентов на российском рынке. Это, наверное, нормально, если бы мы были бы равноценны. Сегодня все конкуренты, в первую очередь китайские, выходят с серьезным финансовым плечом. И они просто нас гробят на старте, потому что у них ставка до 2%, все это понятно, а если иногда в России, в прилегающих регионах с Китаем, то там, если ты ведешь деятельность, то банк тебе дает вообще беспроцентный кредит. У нас сегодня привлечение любого инвестиционного плеча, вы понимаете, это кредит за 10 и выше процентов. К сожалению, это, наверное, законодательно невозможно исправить. Это серия различных шагов, но в первую очередь признание нашей деятельности как квалифицированной, чтобы мы могли ее поддерживать в дальнейшем, ну, капитализировать и, соответственно, на это поднимать, так сказать, кредитные или кредитные инвестиционные деньги. Что еще у нас не хватает? Нас не хватает сегодня заказчики, страхуясь от недобросовестных поставщиков услуг инжиниринга, сегодня требуют различного обеспечения гарантий. Гарантии тоже это финансовая нагрузка на достаточно маленькую даже маржу на инжиниринговые деятельности. Вопрос страхования рисков, воспринятия этого рынка, этих рисков, сегодня вообще отсутствует. Почему страховые компании нам нужны? Они бы имели предварительный аудит наших компаний. И, соответственно, наверное, в конкурсах, где сегодня, в том числе и по государственным заказам, выступают те или иные подрядчики, нельзя было бы играть просто на понижение и этим выигрывать, потому что был бы уровень квалификации, подстрахованный страховыми компаниями. Это тоже, мне кажется, в каком смысле нормативно-законодательный вопрос, и желательно было бы этот внести в тот план работы, который, наверное, последует по рабочим документам. Ну и требования по закупкам, которые мы говорим, они не позволяют сегодня фактически вести работу с интересами двух сторон – и заказчика, и инжиниринговой компании. У нас сегодня заказчик вынужден, исходя из сегодняшней действий нормативной базы, разбивать это на определенные лоты, которые по видам работают, не получая, с одной стороны, комплексного продукта, с другой стороны, мы, как подрядчик, как инжиниринговая компания, не можем в рамках сегодняшнего законодательства или требований законодательства, не можем, и заказчик с нами не может поделиться экономией от управления проектом. То есть, если мы могли бы наниматься на условия премии от снижения стоимости, то сегодня этого в нормативных актах нет. И сегодня конкурсы проходят просто тупо, извините за выражение, на либо снижение стоимости играются, либо мы, ну не мы, а подрядчики просто отыгрывают всю стоимость полностью уже внутри реализации контракта. Это тоже, мне кажется, не совсем правильно, потому что это не дает возможности реализовать тот потенциал, который заложен. Инжинирные компании поднимают эти вопросы, и благодаря, наверное, Министерству Минпромторгу и вот инициатору Глебу Сергеевичу Никитину, который здесь присутствует, заместителю министра, появилось постановление на распоряжение правительства 1300 о плане мероприятий, как дорожная карта в области инжиниринга и промышленного дизайна. Там ряд вопросов и много достаточно изложено. Это касается инженерных центров и образовательных, и подготовка закона, и в том числе попытка отработать с национальных лидеров или дать возможности старта национальным лидерам. В рамках дорожной карты там два мероприятия заложены. Это разработка стимулирования локализации международных лидеров в России с возможностью переноса суда и программного обеспечения, и тех методов управления, которые сегодня отлажены во всем мире и требуют больших капитальных вложений, если ты со старта это берешь. И второй – это вопрос поддержки наших лидеров для не только работы в России, но и за рубежом. Мы сегодня при попытках выхода за рубеж не имеем фактически никаких законодательных поддерживающих механизмов, только в части поставки российского оборудования через известное агентство, сейчас АКСР, да? Самая поставка интеллектуальных услуг, управленческих услуг, на которые играются зарубежные конкурсы, они сегодня у нас не обеспечены государственной поддержкой, именно как экономических механизмов. Все, я закончил.